Буду с вами откровенен, друзья. Конечно, замечательно, что у нас появилась вот эта камера, которая показывает нас в паузах, но мне очень сильно хотелось раскрутить причину смены в составе студии аналитики. Так или иначе, к нам присоединился Дмитрий Light of Heaven Куприянов, который будет анализировать для вас две оставшихся Best of 3 серии. Приветствую. Как дела, Дим? Смотрел сейчас игру? Замечательно. Виртуз-про все... Ну, господи, я не могу. На самом деле, друзья, понимаете, вот работа в аналитике, это прекрасно, но вот когда вот так... Это замечательно. Это тяжело, да. Это замечательно. Ну, поделись впечатлениями от Виртуз-про. То есть, ты ожидал, что они вот так легко пройдутся? Ну, да, естественно. Они только что заняли топ-2 мейджера, и, мне кажется, все ближайшие матчи для них будут слишком легки в нашем регионе. Ну, просто я предполагал в начале еще эфира нашего, что, возможно, коллектив еще не успел отдохнуть. У них было всего 4 дня после Китая. Ну, разница слишком большая. Они топ-2 мейджера, а лучший топ-2 СНГ коллектив на прошлом мейджере занял топ-16, проиграя Thunder Predator. Это о многом говорит. Это о многом говорит, да. Ну, да. Ладно, в общем, друзья, Виртуз-про так или иначе уже вышли в плей-офф стадию, соответственно, СНГ квалификаций. С первого посева. Да, конечно. С первого места группы. Кстати, на параллельных наших трансляциях по-прежнему продолжается противостояние в группе А, которое шло параллельно между командами ThePang и Gambit. Там пока что счет 1-1, если мне правильно все говорят. В общем, ладно. У нас сейчас с вами матч лозеров в группе Б. Это команда Winstryk и команда AllBotGold. Про Winstryk на самом деле не все, что хотел обсудить, обсудили мы, поэтому сейчас как раз еще отлично есть о чем поговорить. Ярослав Комков, CEO Winstryk, не так давно записал видео, в котором он рассказал о последних изменениях в ростере этой организации. И в целом там были озвучены мысли, которые Сережа сегодня в аналитике подтвердил. Но там был еще интересный тезис такой высказан, что коллектив, многие отмечают, что коллектив уже играет здорово, и поэтому им на позиции тренера был нужен человек, который как раз выступит в роли мотиватора. А на позиции капитана, который занимает в данный момент Миша, нужен человек, который будет вовлекать игроков в игру, то есть чтобы они постоянно думали о доте, чтобы они думали только о ней, тренировались, то есть концентрировались. И возникает вопрос. А вот... О чем они думали до этого? Нет, нет, даже не в этом вопрос. Вопрос в пиках и в игре. То есть кто будет заниматься этим? Потому что в матче против Virtus.pro на второй карте мы отметили плохие драфты у Winstryk. И судя по тому, что озвучил Ярослав в своем видео, складывается впечатление, что в Winstryk сейчас нет человека, который попросту занимается этим вопросом. Как быть? Найти этого человека? Ну просто уже по сути все же укомплектовано. Дайте объявление. Двойная зарплата. Какие-нибудь привилегии? Полный карт-бланш, как, допустим, на Алякбару. Бери кого хочешь, делай что хочешь. Все, пикеры сами побегут. В принципе, это правда, да. Но вот арт-стайл. Его Ярослав позиционирует как человека, который выступит мотиватором, который будет правильно наставлять игроков на путь истинный. Ну а с точки зрения драфтов, это тот тренер, которого хоть... Ну, то есть Winstryk могут на него рассчитывать в этом плане? Ну, когда-нибудь нам покажут, чем занимаются тренеры. Потому что пока мы только знаем, что этот человек тренирует, но что конкретно он делает, мы не видим. Допустим, директор 8 на прошлом мейджоре весь ивент сидел за командой, вообще ничего не говорил, ничего не делал, просто сидел и смотрел. А когда они проигрывали, и каждый раз его команду убивали, 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 там было минус 5, минус 5, минус 5, он сидел и радовался. Это один из легендарнейших тренеров Китая. Но при всем при этом, какую роль-то в команде... Чемпион Инта. Какую-то роль он вкладывает, но мы не знаем, какую именно, поэтому... Я допускаю, кстати, что это комплекс глубокой проработки и подготовки к Инту. Неважно, как ты выступаешь на мажора, главное выиграть Инту. Глубоко, Дмитрий, глубоко. Китайская мудрость, она-то об этом. Она уже сколько лет об этом. Подточи пруд, на котором сидит твой союзник, чтобы дерево упало на врага. Мудрая мысль, Дмитрий. Мудрая. Ну ладно, от этой мудрой мысли как раз перейдем к команде Old Blood Gold. Ребята, по сути, не делали никаких анонсов своего состава, потому что это даже, по сути, не команда. Это просто стак парней, которые решили поучаствовать на закрытых квалификациях. На фразе «это даже не команда» можно было здесь остановить. Нет, это не оценка. Это, то есть, ну, по сути дела. Просто к слову пришлось. Хорошо звучало. Я не мог себя остановить. Я понял. Хорошо, спасибо. Теперь мне придется считаться с людьми, которые придут ко мне в пить лицо. Новости на Сайберспорт. Да, ну, уже вторая новость после драки с Сережей. Ладно, в общем, вот Old Blood Gold. То есть вот такие команды, которые состоят из игроков, которые 300 лет уже друг с другом знакомы. Там половина из них друг с другом полжизни играют. Вот они вот так вот решили собраться, поучаствовать в закрытых квалификациях. И, ну, вот сейчас они будут играть, да, конечно, в лузерах группы, но тем не менее. Вообще, вот такая форма организации коллектива в Доте, она способна заходить далеко? Способна. Много раз видели. Нави вот первый инд взяли. Примерно по такому же принципу, например. Так что, да, могут, могут много раз. Что далеко ходить? Берем ОГ прошлогодних. Собрались на квалы. Примерно по схожему принципу. Выиграли инд. Достаточно далеко зашли? Ну, в принципе, достаточно, да, но просто это немного все-таки по-другому происходило, мне кажется. Там была организация, там было как-то... Ну, они собрались на квалы и пошли. С OpenQual до Inter. Ну, в целом справедливо. Ну, окей, тогда конкретно об этом случае как считаете? Здесь чуть сложнее, но исключительно из-за того, что и турнир немножко другого пошиба, и команда чуть похуже. Ну, вот у этой команды хорошо конкретно. У них какие вообще перспективы на этом турнире? В зависимости от того, какие они перед собой задачи ставят. Если они хотят побеждать всех и вся, то я думаю, это будет тяжело выполнимая задача. Побеждать всех и вся – это задача, наверное, любой команды, которая хочет выигрывать турниры. И у нас в СНГ с этим проблем нет. У нас все ставят такие задачи. Но вопрос, чем занимается в этот момент. Например, кто-то играет в Dota Chess. Как нам рассказывали в Китае, вот вышли Dota Chess, там Вичи Гейминг не урубится, весь офис МБТВ, еще половина китайских команд, и в итоге результат таков, что там только одна команда смогла... Я даже слышал, что некто из Ньюби и из ЛГД даже чуть ли не отпуска не хотели брать, чтобы временно перейти в шахматы поиграть. А Ньюби, к слову, сейчас заняли последнее место в группе в Китае. Вот есть время поиграть в шахматы. Вот они в шахматы. Типа того. Поэтому сейчас все команды ставят перед собой результаты. Вопрос, что делает для этого. Понятно. Окей. Я хочу получить конкретную оценку от состава Old, Bad, Gold на данный момент. В новом патче любой состав может сделать то, что угодно. Как показывает эта практика, вот эти патчи — это надежда. Каждый патч, каждое изменение — это напоминает, опять же, как говорил Дмитрий, это что-то на уровне первого Инта, когда тебе дали игру, у тебя есть сколько там? Недели, может быть, две, может быть, три. Тут было два дня. Да, тут было два дня. В общем, это шанс для любого. И для тебя тоже. Разница с первым Интом состоит в том, что сейчас есть коллективы, которым, в принципе, все равно, какой патч. Они все равно будут выходить с первого места, как в Virtus.pro сейчас. И по большому счету, ну, показать-то себя можно, безусловно, но далеко ли они смогут зайти? По Вагу почти обыграли в первой игре. Возможно, если бы они обыграли в первой, могли бы попробовать и обыграть во второй. То есть, видишь, у тебя борьба есть? Хоть что-то? Да. Мы не видим полного разноса. Они движутся, они шевелятся, да. Не, ну я понимаю, просто по Вагу и Old, Bad, Gold — это все-таки разные истории. Не совсем. Не совсем. Далеко не совсем. По Ваге тоже есть пенсионеры. Те же самые ребята. Нет, я вам говорю про другое. Три стареты играющие друг с другом вместе, просто у них есть тег и прямой инвайт. Я имею в виду, да. То есть, по Ваге — это организация, которая просто собирала состав, стиль направленно взяли и подписали ростер, грубо говоря. А тут ребята просто, ну, видимо, договорились друг с другом и решили, давайте поучаствуем, и вот они здесь. Вот, и они сейчас выигрывают эти квалы с первого места и завтра их подписывают. Разницы никакой. Точно такой же был. В нынешнее время мы вас подписали, но... Мне кажется, даже для некоторых это демотиватор. Они такие, ох, красава, на зарплатку сел, все. Сижу и чили. Но диалог не строится в итоге. Ну да, то есть, для многих команд подписание — это, наверное, так сказать, шаг вниз, потому что они проходят через плане, когда вот они получают деньги, у них все хорошо, у них будет еда, они сидят, им ничего не надо делать, а кому-то надо есть. И вот тот ту голоден, он готов браться. Тот ту голоден готов биться до конца, как это было и с Winstrike, которых подписали, они выигрывали, выигрывали, выигрывали. И еще там было пара составов, именно которых я, к сожалению, не назову, потому что не помню. В любом твоем аналоге, я сейчас до себя отметил, есть такой, знаешь, мотивационный какой-то подтекст. Ты прям... Это... Если вам нужен тренер по мотивации, если что, у нас есть Димон. Да, так что если Artstyle вдруг по какому-то удивительному стечению обстоятельств перестанет быть мотиватором Winstrike, у них будет вариант. Ладно, друзья. Если Димон уйдет, у нас будут у всех потери мотивации, грустные рожи наши. Между прочим, чемпион Светилинка как наставник. Это да. Кстати, кстати, немногие могут похвастаться. С такими достижениями. Ну ладно, друзья, драфты первой карты. Напоминаю, все серии, которые мы сегодня смотрим, проходят в формате Best of 3. У нас уже Elder Titan заезжает для Old, Bad, Gold, а Winstrike забирают Свена, который себя, в принципе, здорово показал вот только что буквально. Митя, вот вопрос вам, как к аналитику. Так. Сколько, ну, при дефолтном закупе, сколько Свен может бафнуть в своей команде? Вот сколько у него будет силы, когда... Я думаю, что помню. Ну, в среднем. Там 2,5. Там множество или 2,5. Димон, надо вспоминать, сколько у него стартовой силы. Это не те параметры, которые я держу в голове. Ну, где-то в районе трех вопрос. Давайте прикинем. Ты трясила? Тогда не очень много. В районе, в районе. То есть там плюс-минус. Сейчас. Давай я просто посмотрю. Лена, мы еще там учтем Тарасыч какой-нибудь. Я сейчас просто открою в Ликвиде и посмотрю. Скажите точную цифру. Ну, давай прикинем, сколько Свен может бафнуть в своей команде по урону? До ультимейта не очень много в любом случае. Нет, само собой. Я говорю, на 25 уровне в 6 слотов там со всеми талантами. Много. Во. Пока вспоминаете, подумайте еще о том, как вам Оракол в этом пике пока что. Пока он просто есть. Скажешь так, Оракол это отличный герой, но проблема со стоянием на линии. Небольшая намечается, потому что он не может обычное сопротивление, если переходит какая-то плотная дабла. А здесь уже есть Элдер, это уже плохо для него. И он бог магической защиты, но иногда появляется и Физа. И если появится Физа, то у Оракола возникнут проблемы. Просто для меня вообще появление Оракола на данной стадии драфта, оно немного странно, потому что его, как правило, берут по какой-то причине. То есть сейчас для этого не было особо предпосылок. То есть ты можешь причину добрать просто. Вот как раз таки берешь Оракол, и у тебя теперь открывается... Хускар. Что угодно. От Хускара до любого героя, который просто хорошо живет и разваливает. Тот же ТБ, например, ничем не хуже Хускара. Правильно. Потому что Хускар, например, в бане. А ТБ нет. Вот Медуза. Медузу нерфанули. Всего лишь навсего потребовалось, наверное, год или два года. Чтобы понять, что талант на 700 маны — это слишком плохо. Поэтому сделали талант на 1000 маны. Я два года намекал. Не знаю, может быть, Вальва на смерт, может быть, нет. Но черт возьми, 700 маны в эквиваленте на ХП — это 1750 здоровья. Больше. 1750, Митя. Секунду. Да, все правильно. 10,5. Я говорю, это честно по отношению к другим героям, у которых там 300, у которых 400, а у Медузы 1750. Это ненормально, это неестественно. Я просто смотрел где-то игру вчера или позавчера, где Медуза взяла талант на 1000. А, это были квалы, где Дэнди играл. Там Медуза взяла 1000 маны, у нее было 3000 маны или 1500 хп. И я там подсчитал, как раз-таки выходила сверхстаршная цифра в 10 тысяч эффективного здоровья без учета брони. Но она как бы выиграла, очевидно. Ну да. Она вообще ни огневого не пробит. Она по-прежнему довольно-таки хороша в лейте, но теперь ей приходится выбирать. То есть либо много хп, либо арба по трем целям. Да, и вот теперь думаешь, а жить или ДПСить? Жить или ДПСить? Народ бывает, кстати, даже берет неману. Ну, само собой, потому что иногда, когда у тебя там Искади и Мьяльнир, вот прям это арбана... Уже хочется, но опять же, это зависит от того, что у противников набрано в героях, потому что иногда тебе нужно жить. Потому что какой-то ДПС ты все равно даешь. Естественно. Мне подсказывают, что на параллельной трансляции Гамбит обыграли панны ThePunk со счетом 2-1. Таким образом, Гамбит становится командой, которая также выходит в плей-офф с первого места в своей группе. Ожидаемо. Мы надеялись на это. Это примерно такой как раз-таки посев с группой А. Группа, правильно? Да, правильно, конечно. Вопрос вот по второму, правда, месту куда важнее, потому что там может оказаться кто угодно. Ну, предположительно, в Десайдере будут играть Na'Vi против пангольеров, и там все может быть интересно. Да, это будет очень плотно зарубить. Я бы ее посмотрел с удовольствием. Я бы тоже посмотрел. Ну, этот матч в любом случае, друзья, будет транслироваться на параллельном канале, на одном из. Мы на четырех каналах сегодня работаем. Все эти каналы очень легко найти. DreamHack, Dota2, нижнее подчеркивание.ru. И либо без цифрки, либо, соответственно, с цифрой. В общем, смотрите в наших сообществах, в соцсетях, на каком канале какой матч идет, а мы к драфтам пока вернемся. Так, ладно, Митей, пока вы там ищите. Я в процессе, я сейчас, смотри, умножаю вот эту цифру на сколько там, 2,5 от множества ли силы? Ну, да, 2,5. И плюс, по-моему, 170 базовых, нет? Да, то ли 170, то ли 140, по-моему, 170. То есть, если есть 170 базовых, то вот такая цифра без вещей. На 25-м с талантом на силу и талантом на силу с ультимейтом. А теперь, если мы прикинем еще и вещи? Могу 6 раз тогда кинуть, но, короче, ты понял. Ну, цифру-то озвучите. Ну, сам озвучить. Без вещей получается 640, а если добавить Тарасыча и еще там что-нибудь, то можно... Сатанники, Саши Яши, БКБ и прочее, прочее. То есть, нет, неплохо, прикинь, нажимает на эту штуку, плюс тысячи... Это кто спорит, отличный. Это тот самый момент, где тебе героя сделали хорошим проскалированием лейт. Это прям лейтавик, да, потому что вот эти 400, это, знаешь, вот в конце, это, ну, 400. Это примерно пара тысяч хорошего ТБ, между прочим. Это не так и мало. Ну, меня это сейчас круче, а сейчас 600, ого. Я же не говорю, что он плохой герой. Но я хочу заявить, как я заявлял сегодня в самом первой игре, где тоже появился Элдер, что этот парень был хорош в прошлом патче. Его не порезали, и он остался таким же сильным, и вот он явно... Я хочу заявить, что этот парень уже три года хорош, если не больше. Ну, то есть, его, по сути-то, ему вообще немногое меняли. Только в один момент сделали так, что ему, по-моему, нужно подбежать, чтобы там пошел дебаф. То ему сменили, да, немножко его вот эти вот ауры, которые он развешан вокруг себя, вокруг спирита. Но ему вот в предыдущем патче сделали то, что он получает плюс армора, чуть больше урона и там всего прочего от духа. И теперь на первом уровне выходит парень с 1000 урона, 10-100 армора по скорости 550, как бы без разницы. Резали его, не резали. Нужна тяура, не нужна. Он просто убивает тебя. В пике появляется тренд, и, честно, мы с утра не обсудили. А для меня вообще, на самом деле, огромный вопрос, зачем бафать этого персонажа. Возможно, связанно с тем, что у него был виндред не очень хороший. И, возможно, возможно так, просто, я не знаю, в конкретных играх, когда он берется, понятно для чего, понятно против кого, это один из сильнейших вообще персонажей. Ну, пока он просто вот есть, и Медуза нажимает на манту после корней. Он кидает овергров, Медуза очень спокойно как бы сбивает овергров, там, с одной цели, с двух целей, вообще неважно. И в целом, вот тренд, он как бы идет в лейт, защищает свои строения, но пока лейт за олд, бат, голд, причем такой плотный лейт. Серьезный лейт. Вопрос еще в том, что тренд хорош на линиях. Обычно бывает, за счет того, что у него и хп много, и скиллы полезные, в 80-м структишке большим. Да, он именно вот такой полноценный древень. И могут быть проблемы, если ты берешь какие-то слабых саппортов на линиях против него. Вот, шеде. Как он тебе? Шеде? Тяжело сказать. Тут зависит от того, что он будет раскачивать, и как он будет себя позиционировать. Его обнули, да. Ему тоже приятно. Но если бы это было достаточным аргументом в пользу того, чтобы пикнуть героя, у нас бы сейчас другие персонажи совсем появились. Возможно, просто из старых вот таких воспоминаний, я помню, что неплохо всегда стакался Shadow Shaman с Элдер Титановым, тем, что ты прячешь, и человек просыпается в толпе под стомпом, и там совсем беда. Shadow Demon с Элдер Титановым. Ну, да, да. Ну, и сейчас Шаман, на самом деле, не стиле хуже, а тоже с сеткой, поехали. Ну, противостоянный Shadow Demon тоже улыбается, все-таки, ну, тренд и оракл. Снимает ультимейтом тот самый Ливен Кармор и все прочее. И как бы так уже получается, что Свен там либо троечка, либо там первая позиция, не суть. То есть в любой непонятной ситуации просто кастуешь на Свена ультимейт, и Свен так ползет, ползет. Скорее даже, если это Свен третья позиция, ты, наоборот, не кидаешь на Свена ультимейт, а кидаешь на первую или вторую позицию, потому что на них все эти бафы не будут работать. В зависимости от того, кто на ней будет. Если будут стрелки, то ситуативно. Не, про то, что смотри, ты вот, допустим, видишь Медузу у противников. Да. У них также Свен, там, Тренд, еще все вот это прочее. Кидаешь ультимейт, он жмет Варкрай, он не работает. Жмешь Ливен Кармор, он не работает. Это же здорово. Это прекрасно. Ты просто вкусишь героя и можешь его спокойно убивать, потому что с него все спадает. Ну, верно, МК. Кстати, тоже милишника, для которого очень неприятно против Шидо Демона. Он будет ползти через Стоунгейс. Пробираться, да, через терник звездам. А потом он доползет, поставит арену Медузу пику и убежит от него. Надо еще позвать сюда Лондруида, чтобы он вот ловил после пики героя и выгонял его еще дальше. Палками гнать его. В целом складывается впечатление, что у Винстрайк действительно есть проблема с мобильностью. То есть, как им до этой Медузы попросту добираться? Непонятно. Я еще скажу, что у них есть небольшие проблемы, мне кажется, с драфтом. Опять? В целом, да. Потому что сейчас я все еще не вижу героя, чего ради брался Oracle. И самое главное, у них большая проблема с тем, чтобы закончить. Потому что у них МК не особо бьет здание, СВН. Вот против такого пика вряд ли будет подходить. И, соответственно, Медуза спокойно, уверенно, надежно выходит в лейт. Если они, опять же, как сегодня уже было, не поставят Медузу в сложную линию, где она будет стоять до упора, ничего не выфармливая, то... Еще один герой, которого ловнули. Просто можно выписывать героев, которые сегодня появлялись. Я вот уверен, кстати, что если провести потом аналитику по драфтам всех квал, окажется, что в СНГ вот самый широкий пул героев, потому что... Ну, может быть, где-то сей рядом будет регион. Действительно, что это правда, потому что вот тренд у нас, Лешрак, пока сегодня еще не фигурировали. Если что не игра, то новый герой появляется. То есть нет вот этого загулов, 10 героев, которые постоянно между собой команды тасуют. Слушайте, ну это здорово, это же, по сути, то, чего мы хотели от нового патча. Всегда, по сути, хотим. Мы хотим это глобально от Доты, чтобы ты мог любого героя взять, и он работал. Да. Потому что всегда есть патч, вот сейчас тоже, где вот ты какого-то героя называешь, но никуда, ни в какой пик ты его не можешь придумать. Ни на легкую, ни в сложную, ни в мид, никуда. И это проблема, потому что всегда есть герой лучше. Но потихоньку, полегоньку пул расширяется. То есть если сравнить те же, например, International, то каждый год тоже количество героев взятых растет. Так, ну и что мы там? Непонятно просто, куда МК идет, СВ, такой полузавалированный драфс получился, потому что ты можешь и СВ поставить в легкую, и в сложную, и МК можешь поставить и в мид, и в легкую, куда угодно. И в Ластпик причем. У Винстарайка, кстати, они могут это дело еще передумать 10 раз, увидев Ластпик от Олдов. А им с ним не хватает... Я надеюсь, что это будет минут за в мид. Надеюсь. Я не уверен. Лишак какой-нибудь, что-то у Демона первая, это дабла в сложную, что-нибудь такое. Или Лишак, Элдор Титан. И героя в легкую еще одного добрать. Вот, чего бы я хотел. Ну, им начать чем-то надо. Нужен кто-то, кто прям вот зайдет. В Рейсткин какой-нибудь? Ну, что-то. Как тебе, кстати. Что-то, что будет идти вперед, пока Медуза не оденется. Потому что пока Медуза не оденется, она не так прочна. Вот Брюмастер может. И, кстати, против Брюмастера не так много контроля. Да, но если появляться Брюмастер, это все портит, потому что Медуза, опять же, получается для Эллидана, и, получается, она сейчас пойдет именно в легкую или сложную. Это немножко все переделает. От того, как бы мне хотелось, и от того, как оно будет. Я расстроен. Расстроен, Митя. Подбодри меня. Как-нибудь, я не знаю. Скажи, подойди пару слов. Надеюсь, это будет не в кадре. Надеюсь. Или тоже хочешь? Да. Потом обсудим. 30 секунд на ласт драфт. Теперь они примерно представляют, кто куда пойдет. Уже какой-то мощный убийца всего. Ну, МК может, конечно, убить, но нужен кто-то, кто убьет всех. Это снайпер. Неплохо. Вот так неплохо, кстати. Мне никто не поверит, если я скажу, что он мне приходил в голову, на самом деле. Не поверит. И лишь широко добраться до него трудно. Элдер Титану сложно тоже подойти. Вообще нет героя, кроме Брюмастера, которые в целом будут идти куда-то вдаль. И нужно будет прям ползти сквозь арену, сквозь Овергров, сквозь Свена, а снайпер стоит и пиу-пиу-пиу. Да, у меня страйк — это сильно. Это прям такое чувство, что они их подловили вот на вот этом Ласт Драфте Брюмастера. Снайпер прям уверенно смотрит. Очень хорошо, да. Но теперь придется в каком-то шагу Демон, Даггер по игре делать. То есть какие-то вот неприятные вещи, которые ты бы хотел не собирать, но придется это делать, потому что появился снайпер. И то этого может не хватить. Опять же, вот теперь и Оракл уже неплохо работает, потому что снайпер, вот он тот парень, которого с хапаниейм очень много, а более стрелять он умеет. Но при этом Оракл заставит снайпера какое-то время не стрелять. Возможно, но если ты кидаешь в него просто ультимейт, то он просто стреляет и не парится. Он может просто на другого кидать. Не, имеется в виду, что ты можешь кидать, например, в кого-то бьют, например, снайпера, а ты кидаешь на того, кто бьет. И снайпер дальше стреляет и не парится. Ну да, в принципе, это так не может работать. Так что эта система хорошая, рабочая, нормальная. И видит его снайпера, даже скажет, что я ставлю винстрайк. Ну да, Дима, а каков твой предикт? На снайпера. На снайпера. 2-0. 2-0. Ну что, друзья, проверим, сработали ли предикшены наших аналитиков. Не забудьте поднять чит за безлимит и болейте за своим самым быстрым мобильным от Мегафона. А мы переносимся к просмотру этой замечательной, интригующей Best of 3 серии. Всем привет, это Рухаб, это Лекса Готхан. Давненько мы не комментировали вместе. Давненько мы, в принципе, не комментировали на Рухабе. Витя у нас целый январь сидел. Я бывший профессионал артефакта. Знаешь, этот месяц вообще был тяжелый. Мне каждый день кто-то писал. А тебе визу не дали в Китае? Ты как подвел это ликвид? И каждый день одно и то же происходит. Второй вид люди пишут. Ну что, как там артефакт? Ну мне, когда писали такие люди, я отправлял их к Асперу. Я говорил, что он меня не позвал. И вы можете изливать гадости ему. Наверняка он получал много гадостей. Можете продолжать это делать. Если что, да, действительно, на официальных каналах мы давно не появлялись. Но сейчас есть такая возможность у нас, Алексей, посмотреть красивую доту, покомментировать с замечательным сакастером. Я-то все один да один, понимаешь ли? Угу. У нас первый матч, где мы узнаем, кто же будет играть в лозерах. Поэтому нужно командам здесь постараться. Но победитель пройдет на повагу. Там будет еще одна борьба в формате Best of 3. Параллельно, понятное дело, также идут матчи. По-моему, сейчас будут по Вага Юниору играть. Я не помню, завершился ли матч параллельно, но вы можете посмотреть на втором канале. По Вага Юниору будут играть с Нави. Так, ну что, тут выход в смаке. Вообще, если бы поймал Shadow Demon, то это был бы фраг почти гарантированный. Ну понятно, что они выходили убивать. Они пытались найти кого-то. У них потенциал был. Ну, посмотрите, герои. Это же просто жесть. Но все грамотно. Винус-трайк не подставились. Вообще не вышли. Вышли только снизу. Но там никого не находят. Я думаю, подозревают, что соперник находится сверху. Играли они сегодня с Медузкой и Брюмастером. К сожалению, не пошло. 25 минут. И отдали карту. Но, как мы видим, попробуют реализовать эту связочку еще раз. Звучит Горн. По две баунтируны должны забирать. Ну и Лидан на Медузке отправляется на центр. Снайпер вроде как бодро должен себя чувствовать на центральной линии. И вообще-то, если посмотреть, то кто с ним сокращает дистанцию. Есть Брюм, которому нужен дайгер. И только тогда он напрыгнет на снайпера и будут какие-то проблемы. А в остальном снайпер, который еще и пик у себя какой-то зарашит, то с ним вообще нечего делать. Транпротектор ждет Курьера. Один из лучших героев, чтобы убивать этого Курьера быстро. Но пока такой возможности нет. Курьер стоит на базе. И Лидан ничего не покупает. Неприятно. Транп тратит время. Придется, скорее всего, сейчас уходить. Нет смысла оставаться там дальше. Может, покараулись. Да, все, улетел, улетел. Все, решилось. Ну, стоять там еще минуту. Курьер не двигается. То есть теряешь время. Тебе на топе нужно помогать своему Кору. Интересно то, что Свен сейчас в качестве. Коров, очень часто он использовался, по крайней мере, в азиатском регионе, как саппорт. Ну, просто бежит, кидает станы, нажимает щиток, и все вроде как довольны. Ну, это саппорт. Тройка, да, это нормально. Ничего там странного нет. Уже Свен увидеть на позиции Керри намного реже. То есть тут, скорее, Свен будет, я думаю, покупать такие вот поддерживающие артефакты. Владмир какой-то рашит, по стандарту. Спрятали. Есть Дезерапшин. Вильхиор. Начинает размять хороший станы от Свена. Спасает Ямича. Ямич отступает отсюда. Отъедаться будет тангостами. Да. Пока мы видим Инвиз. Ванскор улетает отсюда. А куда он прилетел? На нижнюю линию. Что здесь задумали? Манки и Кинга пока все хорошо. Отогнать его от Крипчиков очень сложно. Разминает он здесь БЗЗ. Ну, очень пока спокойное такое начало. Ну, понятно, что просто Брюмастеру нужна была помощь, потому что его тут реально гнабили. Этот Манки Кинг в комбинации с Ораклом. Брюмастер здесь. Не просто ему стоять. Да, не могут пока обденать никак. Все, ласт хитит здесь сайлент. Опасная, конечно, такая дабла. Оракл Манки Кинг. И фиксация есть. И убить того же Манки Кинга очень сложно. Но замахивается палкой. Ну, вот вместе с Shadow Demon тут, конечно, убивать намного тяжелее. Всегда можете стараться закрыть свой тиммейт. Да, при необходимости оппонента закрыть. И спокойно уйти двоим персонажем. Тут ничего серьезного. Просто дезерапшин. Дабы там пассивку не смог Манки Кинг тебе настакать. Попытка может донается будет. Выбирают эту вот секретную зону, где тебя нельзя увидеть. Тебе зона получилась. В итоге фиртбат. Восполнение айсберга на медузке. Соло фраг. Это очень круто для снайпера. Посмотри по ласт хитам. 10-0, 8 на 2. То есть у снайперов все хорошо. Сейчас вернется на линию. Чуть подденает там. Так, дерево тут притаилось. Нонград отпивается флаской. Мучает его здесь. Ну, а что? Милишник в виде ямича. Чем он может помочь особо Свену? Лишь рак стоит далеко. До него не добраться. Не выбить из него реген. Да, вот он пошел станчик. Начинают разминать. Ямич. Посадил сит, отбежал. Да, удивительно, что на центре так все хорошо. Снайперы, честно говоря, что они... Думал, что они ситуацию будут чуть похуже. А так, получается, что айсберг вообще стоит. У вас есть все, что можно. Ну, три в рейсбэнда, понятное дело. С ними никакой классный мув. Под мистик снэйк использовал он сейчас глиф. И Лидан не может забрать ни одного крипа. Классно сыграно. Ну, в общем, ничего удивительного, конечно. Всегда приятно им видеть такой вот моментальный глиф. Старый матчап. Снайпер против Медузки. Снайпер часто выходит победителем из этой встречи. Вильхи Ор. Зацепили. Пошел сит. Есть стан. Должны забирать. Да. Есть фраг. Винстрайк пока выходит вперед. Ну и Свен мы видим 18 на 2. Топ-3 крипстата. Все это принадлежит Винстрайк. Да, очень резво Винстрайк начинают. По всем линиям они все под контролем. Пока голд ничего не делают. Очередной сит. Можно идти боковать. Будет ли стомп. Есть стомп. Зацепил двоих. Но при этом они фуловые. И минус Брюмастер у нас. Ой, фраги по всем линиям просто происходят сейчас. Снайпер 22 на 6. У Медузки 16 на 2. Мало того, что он сделал фраг. Он сейчас еще и переласт хитчивает активно. А снайпер это опасный парень. Который может чуть раньше пойти пушить. Чем Медузка соберется с мыслями. Ведь он с Драгон Лэнсом будет просто стоять и расстреливать тебе вышки. А ты мало что можешь с этим сделать. Ах, не успевает. Подонайт скоро будут контролироваться. Руну и снизу мы видим уже такое массовое перемещение героев. И здесь, конечно, Олдом чуть тяжелее. Параллельно у нас погибает Ямич. Это первое убийство для Олдов. Так, контроль руны. Пятая минута. Ну и... Еще пытается убить Примастер. Слушай, а как им отсюда уходить? Залетает палка. Бешеная. Не карфану не может уйти, да. Без вариантов вообще. Билет в один конец был. Тут Чейван скоро отдается вышке. Ну да. Лучше так. Лучше так. У нее не было ресурсов. Быстренько погиб. Сейчас вернется. 1-5. Лишрак уже остался без маны. Надо идти пополнять ману через Шрайн. Туда и отправляют сюда. Оставляя Свену дальше на полном рефарме. Есть замедление по Иллидану. Пошел Сид еще медленнее. Ой, там Шрапнелька летит. Айсберг готов еще немного пострелять. Иллидан без маны абсолютно остается. Еще буквально пару выстрелов. Ассистинайд заряжается. Фласка отпился Иллидан. И как раз... Ой-ой-ой-ой-ой. Это Торакал подоспел. Ну слушай, это три шарапнели. Три шарапнели. Лишрак еще идет. Но как-то ребята немножко переигрывают сами себя. Как будто идут до конца. Лишрак, напомню, герой тоненький. Айсберг сейчас может просто с хайграунд на развороте стоять и стрелять. А у него синий час откатится. Айсберг на фласке. И Санэд появляется. Далее Шрака можно пока просто ручками тыкать. Есть Эхостом. Мимо вообще. Гермастер приходит. Ультимейт у него нет. Транд протектор пытается прятаться. Но его здесь находят. Уйти будет нереально трудно. Нажимает стики. Я меч. Нет, тут крит просто забудет. Ты посмотри, сколько они сместили сюда героев просто на центральную линию. И конвейер был. Так и в плюсе оказались. Да, они сместили сюда всех. Но все равно Винстрайк в большом плюсе. Да, 700 монет заработали. Не убили Айсберга, который продолжал настреливать. Ой, здорово. Все, конечно, не для снайпера. Посмотри, по нетворцам, если глянуть. 3-300 против 1900 медузских. Да чудовищная разница. И продолжение ведь. Это не конец. БЗЗ не уйдет отсюда. Или скорее БЗЗ нашел неприятности на свою голову. И БЗЗ убили. 2-9. Надо к голдам собраться. Пока начало хуже не придумать, честно. Я так смотрю. Конечно, есть у ребят Медуза, с которой можно будет пытаться входить в лейт. Но, честно говоря, Винстрайк в лейт потенциал неплохой. Мы знаем, что снайпера может пулеметчиком потеряли. На топе атака. Дизрапшин. Есть Танас Свена. Лишака. Трудновато убить. Молнии залетают. Этого не хватает урона, чтобы убить Ямича. Варскор до конца. Фейтедик по Рфанам Флэймс на тропотектора. Все под контролем. Поторопился чуть нон-грата, нажимая щит. Не попал вроде как деревянный поднял. Просто вся команда практически бегает. Нет здесь только Медузы. Можно еще отбиться и побегать немного. Кинуть станчик второго уровня. Спрятали в дизрапшин. Здесь действительно вся команда прилетает сюда Сайлент. Готов запрыгнуть толпой. Что прыгает в Года? Пытается его зафокусить очень быстро. Год развернулся. Шугнул Станом. Палка залетает. И не хватает пока демеджа, чтобы пробить Года. Шрайн тут как пустой. Отбиться не получится. Ману восполнить тоже. Ванскор должен погибать. Миша, еще одна тычка. Дотыкал его все-таки Вильхиор. Ну и улетает отсюда Года. Да нет, ману он играет. Да и вообще не видел. Там снайпер зарядил ультимейт. Полетел он есть и хостом. Грамотно отменяет. Но Иссайлент идет все равно вперед. Видел это я мяч палка. 360. 311. 311 за 8 минут. Классная дота. Классная пока у нас такая активная дота. Но я думаю, что голд не особо довольна тем результатом, который мы видим. Совсем наверное недовольны. Им надо время еще, чтобы Медуза поформила. Есть тут стаки, конечно, для нее. Должна отвлечься от центральной линии, прийти там, забрать теншинтов, забрать вот эти лесные кимпы и нарастить немного нетворс. Разгон-то будет у Медузы, если ее отпустят. Но пока мы видим. Иллидан. Вот он бегает. Трио Рейсбенда. Стандартный ныне запак. Гуат отпивается на шрани. Отступает отсюда Нонграта. Его вроде как срезает. Да, Шадоу Демон решил развернуться. Миша тоже рядом. Нонграт начинает мансить. Прилетает сюда Сайлант. Без маны почти остался. Знаю, что шрани пустой. Спрятали. Зря, по-моему, они сюда вдвоем пришли. Щиток нажимается. Но они здесь, скорее всего, оба погибнут. Сайлант погибает. Послушайте, Сайлант очень долго бьет. Очень долго бьет. Впоследствии его убили. Ну, Винстрайк немножко перенаглели. Хотя Айсберг, я думаю, кого-то потенциально может убить. Идет Айсберг. Пытается найти цель. Находит. Это Шадоу Демон. Ну, Шадоу Демон как раз таки принимать можно. Терезный фраг на четырех персонажей. Ничего не заработал. Получилось неплохо. Да, сместилась команда Голд. Ну и Винстрайки сюда полном состава пришли. Размен получается Манки Кинга на Шадоу Демон. Что очень даже неплохо. Учитывая ситуацию, которую мы видим за вот эти вот 9 минут игры. Это хорошо. Скоро 10 минута. И тут нужно Голдом поработать. Постараться руны подконтролить. Очень важный момент. Чтобы как-то экономику выровнять хоть немножко. Так, у нас убивают. Торок, да? Ну, загулял. Опять тут такой дешевый. Так, но все равно Голд хоть как-то огрызается. Потому что до этого просто у них уничтожали. Снайпер покупает тебе быстрые молнии. На Творца по-прежнему ты смотришь и хочется плакать. Шадоу Демон 352. Покчамп. Вот это слоты. Аскет. Я играю не ради денег. Мне ничего не нужно. Все для команды. Я общаюсь с кем хочу. Ну, это ты глубоко копнул, Лекс. Не все поймут, не многие вспомнят, как говорится. Так, ну что ж, на центре айсберг под Кларити. Миша за спиной. Миша пока без ультимейта. Очень бы круто его поднять. Как я понимаю, книгу его только-только кто-то приобрел. Вопрос, кто ее прочитает. По мне... Хотя, наверное, тренд уже прочитал. Скорее всего. Учитывая, что у него ультимейт уже есть, ладно. Поглядим. Беззэ. Ну, Беззэ без ультимейта. Его даже близко нет. Там какого-то крипа добить и получить уровень сейчас не получится. Но, с другой стороны, хватит ли урон вот этими героями? Да, вот вдвоем не факт, что урона хватит. Фиксации достаточно. Станчи, крутые вот эти. Пошел сид, есть, залетает стан. Но не пошли. Видишь, слишком быстро бегает Беззэзэ. Он сейчас окажется под вышкой. А там уже как-то опасно. Сейв ТП какое-то. Да и слишком много ресурсов придется потратить на его убийство. Хотя, отдалить его от шестого уровня, от ультимейта, это тоже важная задача. Пошли стаки у нас очередные. А, нет. Что-то не получилось. Что-то пошло не так. Для Титана это приятно еще, да? Ты стаки делаешь, там можешь набирать урона побольше, куда-то выходить. Там два удара сделают, там уже снайперу ему будет неприятненько. Медуза десятый. Но у нас игра немножко успокоилась, да? Учитывая, какое было начало, сейчас стало все поспокойнее. Скорее, это винстрайк успокоили себя. То есть голд играет тоже в стиле. Понятное дело, ребята хотят фармить. Медузе нужно набрать, ну, парочку артефактов, чтобы показывал себя. Пошел стомп, есть борозда. Неужели что-то они хотят еще сделать? Мне кажется, они ничего здесь не делают. Ну, скорее просто выгнали, потому что тут пуш шел, конечно. Мы сами понимаем, что голдом будет тяжело пушить. Если я не ошибаюсь, если они не успевают допушить тавр, то начинает работать тренд протектор. То есть тебе нужно всегда в одну попытку пойти и запушить, иначе это все бессмысленно. Ну, нельзя голдом никак отдавать эти вышки. Вышка — это контроль карты. Все вот эти эншенты и прочие лесные споты. Они как бы удобно их фармить, когда у тебя есть тавр и есть какая-то защита рядом. Как только это все попадает, тебя будут выгонять из собственного леса. Пауза ставится от Иллидана. Не знаю, что случилось, но надеемся. Ничего серьезного. Что случилось? Ты еще отвидишь, что случилось? Надо обдумать ситуацию. Ну, как вообще работать? Ему-то что-то обдумывать. В лесу стаков побольше и стрелять. А Иллидан, я думаю, в таком стиле, ему комфортно так играть, когда даже ты немножко проигрываешь, ты в лесу фармишь. Если тебя не трогают, то Иллидан спокойно выйдет через 15 минут и сможет чувствовать себя комфортно в драке. То, что дает Винстрайк — это время, возможно, это опасно. Не, 15 минут — это долго. Винстрайк столько не дадут, определенно. Сейчас Айсберг получит Драгонленд с молнией и пойдет, я думаю, стрелять по вышкам. Сейф у него какой-никакой есть в видеоракла и трента, щиток от Свена. Так что здесь, даже если доберутся до Снайпера, не так просто это все сделать. Синейт, Ванскор, наверное, был на готове прятаться. Айсберг, застомпили, подходит сюда БЗЗ, есть ультимейт, Айсберг с дабл дамеджем, БЗЗ. Нужно разваливаться, разваливаться, тут же должен лететь булыжник, так и происходит. Ну и Оракл сейвит, пока что сейв. Телепорты какие-то будут еще на Айсберге? Его вью, подняли, Летит Сайланд, размяли Оракл, Сайланд может запрыгивать, запрыгивает, ставит поляну. Ну и надо разминать, надо разминать здесь, наверное, БЗЗ, он сейчас превратится, так и есть. И надо закончить его с помощью Синейта. Там Снайпер стреляет, я начну стрелять. Выжил? Выжил, да, бремастер не погибает. Но драка здесь продолжается, попытка убить Вильхера, Вильхера убить чуть попроще. Медуза с Тонгейстом параллельно, видимо, на Медуза напали, окаменел Манки Кинг, да, и Медуза уходит. Решил Лидом просто не рисковать. Ну, в целом Оракл... Я думаю, что не хотели вообще делать массовый телепорт, если бы там Циклон не был на Снайпера, просто бы продали бы эту Оракл и было бы классно. А так пришлось вместиться всей команде, что не очень выгодно для Вина Страйк. Повезло здесь БЗЗ, да, он выжил, выбрался сухим из воды, скажем так, убежал, еще и в себя Синейт забрал. Согласись, он так до конца этой земляной панды оставался, он мог ее давно увезти, но он прям шел. Был риск, там Аркикин палку дал, но чуть раньше, то есть чуть палка была попозже, бы просто БЗЗ оказался в небольшом дизайбле, его бы убили. Ну, вот он пошел на стрел, есть Владмир, айсберг стреляет, ничем не рискует, практически знает, что ультимейт у панды сейчас нет, врываться нечем. Так что можно эти вышки забирать спокойно. Нонград, бегает рядышком, подходит сюда Эллидан, с топом зацепят? Ммм, да, но только Свена, а его атаковать ну никак не хочется. Денай будет, да, есть Денай, Эллидана, мана вернулась. Такое ощущение, что хотят пустить за это, вот так выходили прям агрессивно Виннстрайк, но что-то их остановило в последний момент, отходят они назад. Немножко преимущества Виннстрайка вырастают, но совсем чуть-чуть, там было 5000, где-то минуты 14, а отстало 6. Незначительно. Сокращается разница между Медузой и Снайпером, вот что основное, там всего уж 1600-ное творство сейчас. То есть сейчас Эллидан еще немного в лесах постоит, он, глядишь, догонит, а может быть даже и перегонит этого снайпера. А Медузка это сложный персонаж. Так, слушай, очень может быть классный Смоук развеян Смоук у Элдер Титана, но неудачно, да, неудачно была точка для развеяния Смоука. В итоге Оракл заметили, он был слишком далеко, слишком там много было деревьев. И конец, на этом все. Так что Смоук был в классной позиции, но найти удачу никого не сумели, и возможно будут контратака от Виннстрайк уже. Много тут героев, нет лишь одного тренд протектора, но он может и дистанционно работать. Вильхиора нашли. Параллельно пытаются быстро убить БЗЗ, БЗЗ проносит. Ой-ой-ой, как вовремя он развалился, Сайланд тратит палку в никуда, но Грата прожимает ВДС, атакует ванскоро, не получается пробить. Огненную панду уже убили, летает Оракл, под сейва пока не будет, приземляется Миша, получает Мистик Снэйк, но Грата все еще бегает. Залетает очередная Шрапнель, БЗЗ сейчас превратится. Да, будет ли станчик, залетает стан, должен Сайланд здесь месить, но пока идут миссы, БЗЗ, Клэп пытается набрать дистанцию, укатывается отсюда на своем бочонке, но наконец-то в цель попадает палка и минус 2, без потерь для Виннстрайка. Наконец-то провели Виннстрайк и Драку, где заслужили свои убийства, а то до этого что-то разменно были, до этого что-то так, ну учитывая, что они сильнее, учитывая, что они по экономике очень сильно ведут. На Драку 2 в 0, Медуза, понятное дело, уходит фармить дальше. Год в этой игре, к сожалению, пока... Сложный год, очень сложно будет в этой катке. Как ему дойти до основных персонажей, да и кого здесь быстро зафокусить? Свен не та цель. Зацепили Медузку, зацепили Медузку. Ну он непонятный, Медуза снова стонгейс, окаменел Свен, и на этом контратака даже намечается. Выходит Сайланд, есть Шрапнель от Айсберг, который протектор очень хороший ультимейт, убивает Брюмастера. Медуза становится без мана, там чудовищный урон от Сайланд, он просто под своей пассивкой. Они еще Иван скоро находят, да. Давай, давай, до свидания, без шанса. Без шансов. Закрыл не себя, а Сайланд. Ну тут кого бы ты не закрыл, да, понятно. Все равно погибаешь. Да, Вижен к тебе есть. Преимущество увеличивается, было 6, стало уже 9, там еще и башню упало. Не останавливаются Винстрайк, они идут и постоянно давят, да. Они забирают важные точки по карте. Прыжок, погоня за годом, угоду маны почти нет, но убегает. Здесь дабл дэмэджи, Манки и Кинг с диффузами. Если бы зацепил этого Лишака, то уже бы точно не отпустил. Да, убил бы, да. Я думал, он просто настакал бы пассивку, дал палку бы и уничтожил. Лишка без Юлу. БЗЗ его показывает прекрасно, можно зарутать. Пошел контроль, сид, замедление, добраться бы до шрайна, настреливает Миша. Еще буквально пару тычек, взрывают здесь БЗЗ. Прилетает сюда Иллидан, но вот, возможно, Оракла стоит продать. Как и Свена, в принципе, который находится под Т2, вышку задоняет, нет, Катапульти все-таки добивает. Очередная Шрапнель, года можно дострелять, нет, он спрятался. Лисами пошел, айсберга зацепят. Ну, а что дальше? Мистик Снэйк, это не контроль, это ничего. Ну, еще на завороте хочет по Иллидану пострелять. Ямич вышел, но ямич без ультимейта, занимаюсь, надо закончить, надо закончить, надо уйти. Это еще с вами сейчас подставится, умрут. Манки Кинг снизу, да, там спокойненько себе фармит. Неплохо, неплохо, голд, сделали два убийства, Иллидан, ну вот он, пока расчет Иллидан. Иллидан, и все его друзья, которые будут его бафать, помогать, чтобы он подольше в драке живет Билл. Появляется вам скоро ботинок. Да, уже неплохо, уже неплохо. Ну, понятно, он на вардах сидит, постоянно варда, один, второй, третий. Ничего с этим не поделать. Как же настреливает Снайпер, вот он уже есть в Драгон Лэнс, дальше грыженые молнии, которые можно будет накинуть на Свена, который все время забегает в эпицентр драки и впитывает дэмэдж. Трудно с тобой поспорить, да, Снайпер, Снайпер очень здесь хорош. Последний пик он залетел прям вот, как влитую. БЗЗ, уже с ультимейтом. Не прочно, наверное, подраться сейчас. В идеале, конечно, вообще не драться, если бы никто никуда не ходил, чтобы Медузка просто фармила Ямич. Показывают года. Там уже имеется Юл, пошел Сид. Ну, зря, по-моему, Ямич здесь появился. Хотя, возможно, Оркл поможет. Банкетинг подходит сюда. Будет ли ставиться круг, так и есть. Палка залетает. Но это совсем не то. Мне кажется, они не зафокусат. Хотя Титана убили. Неплохо. Дерево тоже должно погибать в ответ. Пока по читкам Свена живется. Он есть прожат. Или Дан остается абсолютно без маны. Миша его фокусит. Снайпер настреливает издалека. Погибают панды. БЗЗ. Ой, как же. Много тема. Болт никого убить не могут, понимаешь? Они никого не могут убить. Ну, там протектора только добили. Миша погибает после того, что ультимейта. Ну, хоть что-то хорошо. Ну, давайте смотреть дальше. Вильхиор вместе с Манскором. Ну, трудно будет. Одному и второму уйти. Да, одного принимает. Второго принимает. Но Онграта пытается просто уйти. Тут, кстати, остальных могут просто стрелять. Там еще года, заметили. Начинает Айсберг стрелять. Прыгает Сайл вперед. Есть Юл. Но они закрыты просто в бутерброд. Сейчас их должны принимать. Но как-то пока очень аккуратненько играют. Да, Айсбергу дали вижен. Продает тебе право Дононграду. Но Элидана обязана здесь убивать. Он остается без маны. Сайланд получает активную пассивку. Телепорт делал бремастер. Впоследствии его отменил. Трипл килл для Сайланд. По-моему, еще у гола там был один байбэк. Да, Элдер Титан. Это был впоследствии дайбэк. Ну, и вот такая вот драка. Тысячу монет зарабатывает Сайланд здесь. Это очень много. 11 тысяч преимущество к 20-й минуте. Хороший такой показатель для доминации на карте. Ну, в общем, это драка. Эта экономика показывает. Как вот игра идет буквально со второй минуты. Бремастер очень приятно играет. Так смотрю за ним раз в разом. Если у тебя есть ультимейт, ты его дашь. Можешь клэпы два раза хоть когда прыгаешь. Вообще все равно. Очень трудно. Нет бюрста. Маленькое количество контроля. То есть ты всегда по рампу спид успеешь нажать. Ну, здесь единственный шанс это получить вот эту палку. И каким-то чудом тебе там еще снайпер успеет пару раз. Представь, такой оберста они просто не смогут пока найти. Это на что по марке Кинга еще пассивка была заряжена. И только тогда может быть. То есть, сколько смотрю, всегда бремастер успевает побегать, попрыгать и дать прямо спид спокойно. Это плюс. Это плюс. Бремастер должен быть всегда драки. Медуза. Стан. Отлично. Манта ставил от Иллидана. Иллидан просто пытается уйти. Иллидан уходит. Анград остается без мана. Там параллельно еще драка идет. Давайте посмотрим. По-моему, атака идет на года. Да, параллельно. Айсберг закрывает из Рапшина. Элдер Титан ультимейт. Миша пытается уйти из драки. Миша уходит или до за ним. На Мишу очень много времени тратят. Снайпера, кстати говоря, убили. Снимает с него спистриг. Это делает год. Это очень много денег. Здесь Сайланд у нечего делать. Он просто должен улетать на другую линию. Что-то там сплит пушить. Я мяч отступает отсюда. Не знаю, получится ли его зацепить. Вижена пока по нему нет. Спрятался. А тут разъехать нельзя. Снайпера нет. Снайпера нельзя ни в коем случае. Незачем это делать вообще. Даже если они какого-то вензюру. Просто подожрители венстрайки здесь остаются. Вот это меня немножко пугает. Да, здесь и СВНчик есть. И Сайланд ставит поляну. Запрыгивает на БЗЗ. Зафиксировал. Но он гратос. Станчик продолжает. Без маны практически остается. Спрятали. Спрятали в дезерации. А там ультимейт есть. Не нажимает БЗЗ. Выжил, выжил ману. Выжил ману. Сто процентов уверяю себя. Там не было маны. Да, действительно, без мана остался. Элидан. Бежать. Под диффузами. Мана заканчивается очень быстро. Добегает сюда Ямич. Есть байбек от БЗЗ. Он возвращается. Снайпер появится через секунду. И он полетит на шрайн. Определенно. СВНа продают. Добить БЗЗ. Так и происходит. Да, СВН тоже отправляется в таверну. И Сайланд продолжает преследование. Отбегает подальше. Сайланд. Ну, ультимейта нет. Миша. А сейф какой-нибудь будет? Сейф какой-нибудь? Хочет что-нибудь? Нет. Сайланд. Погибает. Дерево ходит рядом. О, чехо стомп. Сайсберг идет дальше. Приходит Ямич. И Лидан до конца. И Лидан размеряется. Будет классно. И Лидан разменивается. Получает 509 золота. Копилочку. Но Ямич. Тут еще иллюзии. Сайланд просто расстреляли дерево. Не уйдет отсюда, судя по всему. Слушай, это может быть мюст 5, Миша. Это может быть мюст 5. Будет ли пока просто погоня год дальше под ультимейтем. Миша живет. Не хватает. Не хватает совсем немного. Совсем немного не хватило. Классная драка. Камбэкают. Не знаю зачем. Они на развороте вот это втроем решили опять подраться. Причина была неясна. То есть, ну, для чего? Реснитесь пятером, пойдете там из-за кого-то Рошана или еще что-нибудь попробуете. Преимущество-то, конечно, хорошее было, но это не дозволяет вам в 3-5 драться. Рисковали, да. Я совсем забыл про Diffusal Blade. Конечно же, тоже отличный контратный бремастер. Прямо на полу у него очень маленький. Это произошло. Пока в небольшом стане находится бремастер, ты просто выжигаешь ему ману. Там совсем немного не хватило. То есть, там натикало после Disruption. Он вышел Disruption, а не успел нажать Прямо Сплит. То есть, там один удар произошел, и Прямо Сплит не сработал. Но, в целом, да, Винстрайк. Что-то немножко переоценили себя и решили, что даже в меньшинстве с таким преимуществом, с таким Манки Кингом могут драться. У нас снова пауза. Вы просто видели сейчас, как вот Медузка идет на снайпера. Даже когда у нее нет маны, он не может ее уничтожить быстро. Она идет без маны, тыкается с ним, и в итоге он проигрывает эту стычку. Медузу-то, конечно, забрали, но по итогу, как мы видим, выгодно это было больше для Иллидана. БЗЗ, девятый уровень. Да, пока мы видим не самый большой нетворс на карте, 3 800, страдает от недостатка денег, но ему, как видим, это не обязательно в файте. Главная задача — нажать ультимейт. Иллидан, дальше фарма эншентов идет, 2 400 на руках. Не знаю, что дальше будет появляться, скаде какой-то, или Блэкинг Бар купить можно, чтобы не так страдать от диффузора. Мне не нравится БКБ. Не нравится БКБ? Ну, тогда скаде, тогда просто увеличивать сам монопул. Там сейчас таланты, если не ошибаюсь, меняли теперь плюс 1000 маны на 25 уровне. Ну, до него еще, конечно, придется попотеть. Ну, в общем, ну, держит игру голод под контролем. В один момент сказал, что все, они сейчас потеряются, и на такой минуте уже игра закончится, да, когда мы на пятой минуте видели тотальную доминацию, но держатся. Сейчас главное грамотно нажимать смоуки, выходить, даже того же снайпера находить, его можно убивать. Его до сих пор можно убивать. С манкикигом тяжелее, он с БКБ. Вот это проблема. Пока он с Блокенбаром, под кольцом, главное в такой ситуации лучше просто уйти. Не драться, не принимать драку, иначе шансов просто нет. Опасный может быть момент сейчас. Тут БЗЗ, тут выходит год. Это очень опасно. Он времени может много выиграть. Там будут ТП на шрайн, будет сейв какой-то, потому что вот так нападать на Лешака за 2 секунды... Да, знаешь, скорее это уже похоже на байт, я так сейчас смотрю. Скорее это байт. Потому что если Лешака нападут, то там сразу же будет мощная контратака. И готовится же тут момент. Движны нет на карте. Винстрайк тоже все прекрасно понимают. Никого на карте нет. Они ничего не видят. Соответственно, вот этот Лешак, который в наглую стоит и фармит пак за паком, это вызывает некие сомнения. Может быть на центре Будка эта встреча потихонечку смещается героя. Тут Велихиорану Смолку. Докончил свои действия. По-прежнему мы не видели попытку убить Рошана от одной из команд. Возможно, чуть позже Винстрайк попытается это сделать. У них для этого есть потенциал. И хочется в замкнутое пространство заходить. Ты там попал под какой-то стомб борозду, и ты уже оттуда не выбираешься. Даже с таким преимуществом в 10 тысяч тебя там похоронят просто. Да, надо спушить аккуратненько Т2. Думаю, этим займет сейчас Сайлант. Это похоже на размен Т2 на Т1. Все очень просто, все понятно. Вот что будет Винстрайк сделать дальше? Может быть пойдут немножко дальше прогуляются, чуть попушат, либо просто уйдут. Либо перейдут. А, ну на Мид, слушай, на Мид это, наверное, самое грамотное решение. Там крипы подошли, и Ванскор это понимает. Сразу же сюда телепорт. Ванскор пока на центре один. На топ уже сделан телепорт тренпотектором. Смещается туда и Оркал. Тренпротектор, возможно, хочет такие тульти. Они хотят телепорта разбивать. Выти на Ванскор, что ли, через станок? Нет, не похоже, не похоже. Это рискованно. Опасно. Непонятно, кто где. Вижен нет, поэтому выходить на Ванскор было бы. Нет, слушай, они хотят. Так дезрабшин сейчас просто будет. Конечно, он просто прячется. И теперь надо бежать отсюда. Надо просто бежать. И к счастью, то, что Лишрак был чуть дальше. Так бы он поднял вьюл Свена, и его бы здесь разобрали на куски просто. Нонграта ГДС использовал. Да, неприятно. Ну, странная атака была. То есть надо было прочекать. И мне кажется, демеджа-то не хватало никак, чтобы за один станчик Свена убить. Никак не хватало, да. Если они хотели просто ручками, ну, рассчитывали, что может там дезрабшин, нет, не знаю, не знаю, почему идея. Ладно, ничего страшного, ничего они такого не потеряли. Преимущество 9000 остается у Винстрайка, оно не растет. Мы помним, было там и 11, то есть преимущество чуть уменьшилось после двух предыдущих драк на центре Винстрайк. Похоже, будет мощная драка. Иллидан, Иллидан купил себе уже Игглстонг, рвается Нонграта, снова будет купить Ванскора и снова похоже на то, что неудачно, врывает Сайланд. Есть Иллидан с Стоунгейзом, Блокенбар от Манки Кинга, Иллидан просто покидает драку. О чем я и говорил, просто видишь Блокенбар плюс кольцо, уходишь из драки. И все. Там, правда, был Праймал сплит. И так, что делает БЗЗ? БЗЗ рискует, по-моему, немного, нет? Умирает БЗЗ. Не знаю, зачем он шел, куда-то в пять человек, когда у вас уже нет таких... Может, он перепутал панды, не знаю, это было похоже, ты знаешь, он думал, что он... Так, аккуратней. Перепутать панды, на твой взгляд, все панды одинаковые или что? Так, извиняйся. Куда я извиняюсь? Я ничего не сказал, Катхан, провокатор. Ну вот, извиняйся, даже если я ничего не сказал. Что так в Рхабе работает, да? Новая политика. Я на такое не подписывался. Ты просто невнимательно читал. Понял. В общем, да. На самом деле, если Брюмастер бы сейчас просто ушел, все было бы хорошо. Но идея понятна. Голд понимает, что пока с Макки Кинговой войти опасно, но получает окно. У голдов нет ресурсов вообще, поэтому спокойно идут на Рошана и очень быстро его убивают. Это хорошо, это хорошо. Да, приятный бонус в виде Аегиса. Достается он снайперу. Ямич занял позицию, показывает Медузку. Можно зацепить здесь БЗЗ. Знаю, что ультимейта у него нет. Быстрый фокус пошел, минус БЗЗ. А теперь можно накидать Иллидану. Иллидан без маны абсолютно остается. Залетает стан от Свена, минус Иллидан. Ван Скорчет далеко оказался, как мне кажется. Да, это минус 3. 70 секунд без Медузы, но у него имеется байбэк. Ой, а куда? Зачем? Почему? Это цитаты великих. Цитаты великих. Ну, да, не оценили свои силы Голд. То есть у винстрайков там откатился блокенбар. В маркетинге, в принципе, драться можно. Но Голдов кулдаун чуть повыше, да, что у Стангейса касается, что Примилл Сплита, вот эти вот красные кнопки. Даже без Стангейса казалось бы такая способность. Ну, приятно, но не Москва. Ну, кот, это нормально. Еще один Телефор телевый, можно забрать. Телефор, скорее, года отменить нужно, если он здесь будет оставаться долго. И продолжить пушить на базе винстрайком. Ну, тут окей, снайпер, все, вот уже все. Мои полномочия. А база-то падает потихоньку. Стань, он сейчас еще и разберет. Да ладно, да не. Да, да. Да нет, да нет. Да, да. Нет. Да. Ну, база-то падает, то есть тренд протектор себя продает, но бараки, бараки. Ванскуар. Добить, добить, добить. Надо добить. Битв, проснись. Не, 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 он проснулся встанет уже. Но Грата дотыкать. Дотыкал барак, все. Айсберг, дроп нуля Егис, ничего страшного. Медуза появляется, байбэк выбить не получилось. Безезе, беги, спасайся. Вспомни, что было в прошлый раз. Выхиливает там еще и Свена, не уж, но выживет. Да, все, выживет. Ванскор остается без маны. Буквально пару тычек еще по нему надо дать. Не уж, зафоксистой. Хорошо, хорошо. Черезной раз. Курьер также погибает. Сайланд спасается беектом. Разворачиваться ни в коем случае нельзя. Сбили линку. Бежать сайланд. Получает щиток, но его это здесь не спасет. Минус сайланд. Байбэк, кстати, у коров нет. Элитан очень круто появился. Это прям в нужный момент, когда Манки Кинг нажал Блокенбар сразу же, ответочка в виде стонгейза. Это вот прям идеально. И Манки Кинг не понимает, что ему в драке делать. И все. Страдает. Его начинают вкусить все. И когда все команды бьют одного Манки Кинга, это просто идеально. 20-34. Преимущество 11 тысяч. На центре башни упадет. Никакой Ленин Армор не поможет. Манки Кинга не будет 50 секунд. Снайпера 33. И может быть даже что-то еще произойдет за вот это время. Как минимум контроли всех рун. Баунтируем, да. Как минимум контроли всех рун, появление ДД. Желательно Боттл бы отдать сейчас. Я думаю, так и будет сделано. Отдать Боттл Медузе. Медуза положит. Ну, понятно, да. И когда... Ой. Все равно. А Т1 забрать на Боттуме? Я, честно говоря, считаю, что... Думаешь, что на файт? Ну, Боттл ДД поинтереснее, чем Райс Бен смотрится, я так скажу. Который можно активировать в ближайшее время, когда это будет удобнее. Ну, ладно. Видимо, прям... Бремастер сказал, отдавай. Отдавай быстрее. Год на топе. В одиночестве. Есть Юл. Но тут много контроля. Юл пока не жмет. Так тем, это же не факт, что хватит. Да, послай. Айсберг пришел. Айсберг пришел. С Айсбергом, понятное дело. Тут спору вообще нет. Владмир есть. Купит на Даггер себе БЗЗ. Ну, это правильное решение. Какой-нибудь эскейп. Или опять до того же снайпера допрыгнуть. Забрали... Ну, будем считать, что забрали центральную линию. Там ранжевый барак. Это не так страшно. Линии в любом случае пушатся постоянно. Ломают шрайны. С Айсберг с БКБ Даггером. Блинк Даггер также появляется у дерева. Теперь может запрыгнуть в толпу. Дать ультимейт. Медузка покупает Даггер. Интересно. А почему не Скади какой-то или опять ту же пику статы? Я не знаю, что угодно. Ну, Даггер это, конечно, здорово. Но слишком ситуативно, как по мне. То есть ты не всегда можешь его реализовать. Я думаю, если здесь находился Никита Форскотков, он бы сейчас задвинул речь на минут 8. Почему Блинк Даггер на Медузе это отличный предмет. Но я не буду пытаться пародировать Никиту. Да попробуй. Нет. Начни с бороды, пожалуйста. Я слишком его хорошо знаю, поэтому я не буду этого делать. Хорошо. Но обычно... Что-то перестаньше там же. Лучший пародист, они... Форс хороший сокастер, я тебе скажу так. А я с этим никогда и не спорил. Нам осталось накатить за нихиту. И знаешь, кто-то еще в чате пишет, кто такой Форс? Это кто? Так, ну что, может быть какой-то Смоук? Я думаю, что Лешаро хочет зафармить себе Шиву. Можно выйти, можно выйти подраться. Для начала Шива была бы хороша. Да, это фарм, это все попутно. Так как выходить? Они почти ничего не видят. Ой, там лети. Там этот курьер, который убили, да, в прошлом драке с Манки Кин Баром. То есть он уже давно, давно купил себе. Нет, выходит. Так, будет сейчас спичка. Запрыгну под ГДС, пытается быстро зафокусить. Спеет ли Ван Скоро спрятаться, успел. Время тратит. Монградан стоя в БКБ. Ван Скоро, может быть, и убьют. Асинейд залетает. Но Монградан здесь тоже погибнет. В итоге размен-то не самый ровный выходит. Сайланд приземлился. Пошли руты. Манки Кинг сбить или порт. Разбивается эта похорона для Иллидана. Да, Даггер здесь, как мы видим, не особо помог. Хотя в такой ситуации не уверен, что хоть какой-то байкен помог. Немножко голод ошиблись. Они, когда видели то Свен, они сейчас подумали, что вся команда ворвется. И потратили много кнопок на одного Свена. А Свен, в принципе, свою задачу выполнил. И когда Стонгиз закончился, без Стонгиза уже Манки Кинг Пэйм, понимал, что можно обрываться и фрифармить героев. Что, в общем-то, и было сделано. Медуза в таверне 60 секунд. Есть байбэк, есть байбэк, но мы видим, настреливает с лоу-граунда айсберг по вышке. Потихоньку, потихоньку, год, еле живой, спасается бегством отсюда. Ну, а тут дальше тавер страдает. Сайланд стоит, в наглую просто фармить. Приходится нажимать фортификейшн, но 45 секунд эта вышка никак не простоит. Байбэк, скорее всего, придется использовать. Если вы хотите защитить вторую сторону, так, врыв пошел от БЗЗ. Есть байбэк от Медузки. На развороте какая-то драка будет или нет? Нет, ванскор снова подставляется, получает руты. Минус. Без дезрабшина будет трудно. Айсберг пытается улететь, сбить. Есть чем? Нечем сбить? Нет. Добежал все-таки сюда Лешрак. Айсберг настреливает по БЗЗ. Хотя бы одного забрать. БЗЗ погибает. Айсберг еще максимум дэмэджа выдает. Он понимает, что он здесь погибнет, и вариантов у него нет. Айсберг погибает, но при этом забрал с собой двоих. Запрыгнул сайл под БКБ. Атака есть. Сидхэп будут потихонечку восполняться. Станчик залетает в Манки Кинга. Получится ли его разобрать? По-моему, нет. Ливень Кармор на нем. Или Дан пытается уйти. Диффуза сейчас, по-моему, откатится. И охо-хо. А вот он и Даггер, как говорится. Бокчамп. Ну подожди, еще не все. Нет, все это... Ах, что? Что это за рейндж вообще? Ты Диффуза? Я же тебе говорил. Байбека нет. Рейнджовый барак падает. Есть байбек от Титана. Оракл тоже выкупается. Наверное, имеют желание закончить эту игру прямо сейчас. Они затягивают еще дальше. Демон появляется с Нонграта, запрыгнулся, танчик быдать в года. Залетает в Тан и выйдет в твой еулом. Нонграта под БКБ. Хорошая палка, отличный рута от дерева, но взрывается. Все равно здесь Манки Кин не уйдет отсюда Ямич. И Нонграта, БКБ подходит к концу. Его тоже сейчас зацепят. Есть живо, есть замедление. Пошел Клэп. Минус Нонграта. Отличный деф. Ямич отсюда не уйдет. Марска идет до конца. Реально находится Великер. Умер. Дагерка. Хорошо. Нет, тут Oracle за спиной. Все под контролем, но... Слушай, ничего страшного не произошло. Как бы сторону потеряли центральную, тренджевый барак добили, на топе вышка пала. Ничего страшного нет. По золоту заработали. Медузка успеет появиться за минуту. Еще готовы сражаться. Отлично. Отлично. База стоит. Ну, тут сами венстрайки прям шли до конца. И шли в размены. Сами знали, что шли. Когда в Манки Кинга не было ничего. Поэтому неудивительно, то есть венстрайк могли уйти. И все. И тогда все выжили. Но оказались в итоге без марки Кинга, без снайпера. Снайпер влетает опасно. База за ультимейт. Айсберг нужна помощь. Айсбергу немедленно. Год идет вперед. Айсберг могут убить пик от Айсберга. Прикатается убить года. Год до конца. Айсберг очень больно совсем немного остается. Да, его убивают. Он только прилетел. И вот и не добить. Года не добить. Запрыгнул с даггера. Заруто подошел кит. Булыжник минус. А год 24 уровня и живой. Это очень классно. Вот год. Мы говорим вначале, что он как-то пока потерялся. Ничего лишь рак показать не может. Но сейчас уже последние минут 10. Ты посмотришь, сколько у нее денег? Четыре с половиной тысячи почти. Ох, 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 ох. И 25 уровень. Медуза не так много, да? То есть вроде там три артефакта, но... Слушай, медузская усилится. Полтора уровня осталось. И пробить ее будет намного сложнее. И скоро какой-то еще один артефакт залетит. Там тоже Скадзе, о котором мы уже долго и много говорили. Все будет чуть поинтереснее. Вирстрайк затягивает игру в лейтгейм. В принципе, сам Вирстрайк могут в лейт выходить. Мы об этом уже говорили, но... А можно, пожалуйста, за пак снайпера посмотреть? Ну, там аркикингбар, пика. Отсутствие блэкингбара меня немного смущает. Логического урона здесь... Я думаю, что Айсберг тоже понимает, что его смущает. Это сутствие блэкингбар уже. Сколько раз мы видим, как элементарно Лишрак тебе не дают жить. Это как минимум. Да, у тебя циклонец в драке. Тебе могут закрыть дизрапшен. Появляются твои иллюзии. Это вообще ужас. Они там уничтожают у тебя и твою команду. Он может быть чуть позже. Чуть позже. Семь тысяч остается. Винстрайк. Манкикинг будет фармить себе нули фаер. Как раз таки вот против этого Лишрака. Чтоб он там не летал слишком долго. Быстро его можно было возвращать назад и убивать. Нормально так запрыгнул. Там уже состояние у Рошана начинается. Рошан появился. Рошан достаточно важный. Я думаю, что вот раз Голд хотят за него подраться. Они могут себе это позволить. Почему нет? Надо сражаться за него. Единственное то, что если Сайлант получит сейчас 25 уровень. Хотя и Лидан тоже должен получить здесь 25. Если ему мешать не будут. Ну, БЗЗ прибегает. Экспу ворует. Ой, там Акторинка появилась у года. Важная штука. Когда у тебя много магического урона. Прожимается Смоук. Не на Варде ли? Ой, не знаю насчет Варда. По-моему, одного героя мог Смоук вот это зацепить. Точнее, Вард мог зацепить. Сайлант под Аркейн руной, что ли, бежит? Так хочется подраться. Так, ну, пока позиция БЗЗ. Нонграда запрыгивает Медузу. Они не успеют зафокусить ее поставить. Круп-то получится. Иллидан без маны практически остался. Получает палку. Как же ему больно. Он выбирается оттуда еще буквально пару-тройку тычек. По нему замерзает Оракал. Оракал должен погибать. Спрятался еще немного, поживет. И Иллидан погибает. Байбека нет. Айсберг тоже отправляется таверну. Байбек у нее есть. Он пока его не клацает. Как много дэмэджа от пешака. Он стоит, он тоткует. Не должен отпускать Нонграда. Спрятали дизрапшин. Подходит сюда Вильхиор. Клэп минус Нонграда. Рошан должен попасть в копилку в голдом. Они потратили все на Медузу, но еще не поняли, что главная проблема это не Медуза, а это уже Иллишрак. Ну, теперь поняли, наверное. С 3дмэш Иллишрак опять в 600 в файте. Ой, и развалил тут год. Иллишрак стоит, опа, без плакенбара. И вообще никто не трогает, он кайфует. Его пробить не могут. Там 30 армора. Он, если что, фокус у себя юлом снимает. При этом он лайфстилится от магического урона. Это же вообще круто. Ну, то есть, если нет какого-то быстрого бюрта по нему, то они не могут его убить. Его Задрошан очень легко. Должен отправиться в копилочку. Да, это Иллишрак, это Аегис. Если год сейчас заберет сырок, то файте упрется в два раза. Возможно, на Аегис заберет. Ну, скорее всего, Иллишрак. Кому еще забирать, Медузы нет. Да, Медузы нет. Медузы как раз таки от Ададусыр, это классная штука для Медузы. У тебя заканчивается мана, ты нажимаешь сыр, восполняешь там какую-то часть маны и снова в бой. Как я понимаю, с фиротом не хватит даже, чтобы все мана пополнить, потому что 25-й есть. 25-й еще нет пока. 24-й. Ну, ждем, ждем 25-й. 3000 осталось от преимущества вообще копеечки. А с ними уже можно и не считаться на такой минуте. 41-е, 3000, это вообще ничего. Ну, снайпера погибает в каждой траке. Да, откуда ты блокинбара? Ты должен втанковать какой-то дэмэдж. Ты должен втанковать. Если Лишрак к тебе подбежал, то ты должен просто игнорировать это. Ты нажимаешь пику и стоишь по БКБ, настреливаешь. А так тебя дизракшн спрятали. Появляются твои иллюзии, которые могут и тебе, и твоей команде накидать. Ну, не знаю, мне кажется, это важный айтем очень для снайпера. Снова пауза от Ван Скоро. Интересно, талант Оракл берет на 20-м. Теперь их филоспромис дает невидимость. Да, Оракл в этой драке, кто-то мог заметить, что он дал ультимейт на себя, там мог помочь снайперу, но в его ситуации он либо дал ультимейт на себя, либо вообще ничего не нажал, да, потому что он там нажал ультимейт на 100 хп, может быть, на 50. То есть только если он там нажал ультимейт, там прям в начале драки, когда еще у всех фулл хп, Оракл нужно, конечно, стараться выбирать позицию чуть получше, но как тут выберешь позицию, сами ребята шли в атаку из Винстрайк. Пытались найти цель, но нашли практически весь коллектив. Голд. Так, ну, Медуза ультимейт орб, и один и второй с Кади практически. Вот чуть подальше бы от нее держаться, сейчас буквально полторы-две минутки, чтобы она доформила на 25-й, а то так воруют весь экспириенс, и в итоге Медузка все еще не может апнуться. Гот. Идет в атаку, Саегис может рискнуть, конечно. В погоне за Свеном приходится делать даггер, прочитает ли ситуацию. А нет. Близко, но чуть левее. Ну, тут он пытался угадать. Сразу же смуг, за спиной была вся команда, но здесь никого нет. Можно утолкнуть линию и забрать Т2, ничего не мешает абсолютно. Пуш-потенциал хороший, если широком настреливаю не хочу. Ливенкармур здесь уже не спасет, скажем так. Да, так смотрю, что с Тавром происходит. Жесть, как она и есть, как говорится. Понятно, да. Как Мирстрайк. Мирстрайк уже боятся. Мирстрайк сейчас понимают, что они уже в роли отыгрывающихся. Они пытаются найти варианты. БКБ на снайпере появляется. Не слишком ли поздно? Вот в чем вопрос. 43-й минута. Да, здорово. 10 секунд в этих финальных файтах могут изрешать. Дабл дэмэдж для... То есть сейчас будет намного тяжелее, чем это могло быть там 15 минут назад. То есть сейчас Медуза это все равно, да. На тебя будут смотреть с тонгизами все равно. Есть у тебя Блокенбар или нет. Медуза уже может сама этого снайпера убивать при хорошей позиционке. Так что возможно немножко поздно. Ну лучше поздно, чем никогда. С другой стороны, возможно, с этим арсифактом будет чуть попроще. 30-42. Какое-то невероятное количество у нас фрагов. У нас было очень бодрое начало. Да и в принципе сейчас много стычек, которые вроде и ни за что, но при этом они есть. Так, год продолжает толкать нижнюю линию. 4-200 на руках. Тараску себе наметил. Ну просто жить в файте. Почему нет? Я мяч. Не-не-не. Вот год отковать сейчас точно не стоит. Да, я думаю, они планируют год с Aegis все более. Вообще без вариантов. Просто сейчас с Винстрайком нужно ждать. А, конечно, голод недовольный. Они хотят кого-то найти. Им-то хочется Aegis этот использовать. Миша притаился. Ой, ошибка. Ну ладно. Спрятали. Ничего страшного. Ничего страшного. Честно. Не проблема. Хотя 100 секунд, конечно. И теоретически должны дальше. Ой, ее из Роскади зацепили Silent. Неужто заставить нажать БКБ. Так и происходит. Потратил палку и уходит на хайграунд. А вот это неприятно. У него нет блэкингвара. Надо на хайгра заходить. Крепочки подходят. Вот, пошли диаболики с вышкой. Мы видим, что происходит. Она просто рассыпается на маленькие кусочки. И подниматься на хг. Да, знаю то, что БКБ нет. Ораклу придется выкупаться. Ну, его байбэк станет сигналом к атаке. И запрыгивает Медуза в наглую. Просто айсберг. Пик и оттолкнул подальше. Или Дан пытается снять себя фокус за счет Монтостайла. Прыгает БЗЗ. Сайлон знает то, что без БКБ. Запрыгивает в Ванскор. Пошла бороздань. Не стоит звать парасыр. Дизрабшин спрятали пока Медузку. Сейчас появится. Но это момент, когда можно зафокусить в Ванскор. Ванскор погибает. Ставится арена. Огромная просто арена. Из-под нее лучше уйти. Иллидан погибает. Байбэк имеется. Но 100 секунд. Нет, наверное, не будет он столько сеть в таверне. Года пытаются заковырять. Мы видим, дэмэджа не хватает. Залетает астинейт. Еще буквально тычка. Но снайпер продолжает просто настреливать год. Должен погибать. Плазпромис на Норнград. Палка от Манки Кинга. Сайлон делает убийство. Ну и это минус 4. Я не обсенил ему в Медузы Блинк-то хайграунд. Блинк-то хайграунд. Ну а в чем был смысл? Как бы вот эта внезапность, когда у Сайлона нет... Возможно, Эллидад решил, что он очень мощный. Во-вторых, он решил, что у меня есть 25-то. В-третье решил, что у меня есть сыр. Но он при этом все это использовал. И даже этого не хватило. Сейчас будет серия Вайбеков и им драться без Титаном. В меньшинстве, скажем так. Главное, здесь Винстрайка во время развернуться. Потому что сейчас все прям выкупятся у Винстрайков. Это не страшно. Без Медузы или Шрака они драться не могут вообще. Нет, если никто не любит выкупаться, они пойдут на третью сторону. Это вообще не проблема. То есть выкупаться, скорее всего, придется еще. Два Вайбека этого мало. То есть они понимают, что пойдут дальше. Нельзя отдавать. Но все равно уже отдали казарму. БКП лететь отсюда. Улетает. Да. Ну, это отличный размен для Винстрайка. Как они забрали в сторону, а не... Там в погоне за Ораклом, по-моему, продолжается. Не факт, что его отпустят, там Титан. Ну, ну, и что потеряют Мишу. Не так страшно. Как это потеряет? Ну, так. Нельзя отдавать Мишу. Можно отдать Мишу, смотри. Тихо, сейчас так и происходит. Эти, говорю. Надо спасать Мишу. Да? Эх, ну, маркики не пытался. 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 Не сильно. Пытался. Круг закинул. Ну, видишь, Оракл оказался невидимостью, но там, как понимаю, был какой-то Вижн. Там двое до 100 мне дали. А, ну, тогда все понятно. Оракл не будет 100 секунд, но Голд, такой таймер, когда ты не можешь свершить ошибку, он достаточно высокий. Там по 7 минут висят, у кого-то по 6. Я сам этого этому никогда не видел на своих трех тысячах, но мне рассказывали, что есть какая-то штука там за 108 золота, она невидимых юнитов показывает. Я не знаю, о чем ты вообще. Вот и я тоже не знаю. Но я верю людям, поэтому они говорят. Так, Элидан. Сайлант. Бежать, спасаться. Линку сбили. Улетит? Улетит. Опять минус БКБ. Пользуются с моментом. Боже, какие перевороты туда-сюда. Но вот единственный Оракл Ланья 60 секунд в меньшинстве, если драться, пока нажимает Спортификейшн, висит Лимик Армор. Пошла Шрап Нелли, настреливает Айсберг просто из ниоткуда. До него добраться очень сложно, но в этот раз Элидан не должен так делать. Пошел еще один станчик. Отспам, отспам пытается отспамливаться. Он град ультимейт, он скоро пытается убить бесполезно. Айсберг отходит чуть назад, БЗЗ вперед, нажимает прямо на сплит Айсберг под Блокенбаром. Очень сильно пробивает Медузу, Медузу убили. Байбека нет. Она без байбека, да. Ну ладно, продолжим. Пока не страшно, Медуза погибла, Манкикин как же выкупается моментально, но он град ультимейт пытается убить бремастеров. Тут просто всех пантов. Тут одна панта совсем немного, да. Добивает и последнюю панду. Нет, Байбека пошли телепорты, телепорты. Ну надо уходить, надо уходить. Да, неприятно, но главное, чтобы еще Титан ушел. Титан не уйдет, да? Да, Титан никуда не уйдет. Нет, Титана застыли через диффуза. Попытка сделать ТП. Титан также без байбека. Руты. Это минус три героя, ну и мне кажется, Винстрайк сейчас должны ломиться просто сквозь все на этот хайграунд и делать мега крипов, а может быть даже и в трон. 90 секунд у тебя есть, пока нет Медузки. Лишрак сам в одиночку не задевает. Да, ты можешь и мега крипов сделать, и все туалеты побить, и в трон пойти. Тут столько времени, на самом деле. Год, при всем уважении, один. Никак, никак не задевает. Ну, давай смотреть, уракл летит, вся команда уже на центре. И крипы подходят, что самые страшные, да, крипочки уже понимают хайграунд. Я думаю, что можно идти в трон. Нет, в смысле, это казарно, да. То есть Медуза мега крипов подэффит. А в трон игра закончится, если его разрушить, как мы прекрасно все знаем. Год очень быстро забирает крипов, но Градастан, надо бить потихонечку, просто табор, есть палка, это 4 первого упал, но это айсберг. Айсберга никак не проконтролируешь, да, он стоит и задает хаос. Вот, пришел, немножко поторговал лицом, получил по лицу, но Градта идет вперед, Градта прыгает, но там блинкаут, стан, просто на фонтан, отличную тему этот марки кинга, трудно тут было не попасть по лишраку лишрака убили, а его не будет 2 минуты, но и просто падает рон, без помощи стрелива этого сгора. Айсберг стоит просто по фонтану стреляет, да, пошел душить до конца, дают вижно отпрыгивать от этого ванскор, айвон туда и все, конец. Да, даже даже никто по КГГ не пишет. Слушай, это сумасшедшая игра, если честно, вот эти качели туда-сюда, но мне кажется, ключевая ошибка была этот прыжок на хайграунд от Медузы. Ничего не мешало лишь раку спокойно, как-то аккуратненько через диаболики подпушивать эти бараки, вышку, и Медуза, стоя за спиной, контролировала бы любой врыв в него, нажимая Stone Gaze. Вот этот врыв на хайграунд, когда пришлось там Иванскору к этому подключиться, в итоге он оказался под огнем, его быстро зафокусили. Не знаю, наши аналитики, я думаю, более детально разберут всю эту карту. Вам слово, ребят. У нас сегодня уже была игра, которая должна была закончиться в два раза быстрее, и эта игра чем-то была похожа на то, о котором я сейчас говорю. Тем не менее, игра закончилась так, как она закончилась, за 40 с лишним минут. Немного затянуто получилось, и не сказать, что, кстати, суперэмоциональная и интересная игра, просто и одни, и вторые очень много ошибались. Похоже на правду. Тебе бы рецензии писать на игры? Слушай, ну я на самом деле, я писал рецензию на игры, короче, дело было в лагере, в общем, когда-то давным-давно, это еще было в Туапсе мы отдыхали. Ну ладно, там никому эти рецензии нужны не были, и сейчас тоже не будут. На стенах? Да, на стенах, на бумажках. Ну в общем, ладно, дайте мне свою рецензию по этой игре, пожалуйста, господа. Снайпер Солянова уничтожил Медузу. Вообще без шансов. Вообще без шансов за 40 с лишним минут. Я бы согласился с твоей формулировкой, если бы игра закончилась минут за 30 хотя бы. Но он же не один на один играл. Это правда, но просто проблема в том, что он не реализовал преимущество, которое было в середине игры. То есть там ввели в винстрайке, если я не ошибаюсь, там 1015 на тот момент. Да, а потом загуляли. Очень плотно. Да, опять же, они загуляли все вместе, там не то, чтобы снайпер это вот тот самый момент Ферсблада, когда Элида ошибся с позиционки, Нива не простил, Айзберг забрал, получил легкие деньги, поддушили еще несколько раз эту Медузу, там очень плотный был перифарм. И как бы не закончилось все вот этого дела, но всю игру, всю игру Айзберг выполнял свою роль, а именно заранжил ее вот этого Ора, просто стоял и стрелял в эту самую Медузу. Но тем не менее, Медузе далее в игру вернулся в какой-то момент, вот сейчас ситуация по Нетворсам, она в принципе похожа на то, что было минуты до 20-25 примерно, но после этого Медуза там догнала, снайпер это практически. То есть у винстрайк, как у многих СНГ коллективов раньше, не знаю, не могу говорить за сейчас, потому что раньше, наверное, побольше все-таки игр смотрел, была проблема с тем, чтобы игру закончить. То есть, ну, зайти на хайграунд, снести ТВРА. Вот, по-моему, проблема в этом была. Вот удержаться, вот они чувствуют кровь, чувствуют, что могут кого-то убить и лезут под фонтан, под Т4, без ультимейтов, без ничего, не дожидаясь каких-то важных моментов, не ставя вижен. Есть такое, много у кого, и Диман не исключает, я не исключение, вот эти ребята не исключение. Бывает у всех, и чем реже это случается, тем более профессионально выглядит команда, тем лучше она выступает. И это вот первая игра за сегодня, в которой я вот вижу, что не хватает немножко этого самого контроля внутри игры, когда вот есть какой-то парень с холодной головой, который говорит, так, стоп, отходим, сейчас делаем это, делаем это, если они просто дерутся. А что скажете насчет Old, Bad, Gold? Они вернулись в игру благодаря тому, что здорово где-то сыграли, или это просто винстраки наши? Да, дефы играть проще, они просто поймали пару раз, когда противник совсем уже далеко полез. Ну, ключевой момент был на святыне, когда брюмастер, брюмастера убили, брюмастер байбекается, возвращается взамен, и винстрак вместо того, чтобы просто аккуратненько, осторожненько отойти, они такие, о, давай еще раз его убьем, в итоге снова напали всей командой, они, конечно же его убили, но за это платил со своей жизнью снайпер, вот. Ну, так они просто уверенно, медленно, но верно подходили к вражеской базе. То есть не сказать, что безболезненно, но в целом, как мы видим, вот раз за разом замес выигрывает с винстрайками. Ну, в рамках группового этапа, ну, и вообще, в принципе, в рамках закрытых квалификаций в регионах, я вижу, как винстрайк могут с такой игрой, в принципе, ну, куда-то и добраться. Все-таки минимум два слота у нашего региона будет. Я, к сожалению, так и не нашел в итоге официальной информации, сколько, какие регионы по три слота получили, но по два все, как минимум, это точно, абсолютно. То есть винстрайк, в принципе, способный пройтись по региону. Проблема в том, что я не вижу, как они, вот, играя так, будут бороться против, допустим, европейских коллективов, потому что они наказывают, как правило, за вот такие задержки. Да и вот говоришь, ГОП пока еще не перепрыгнул, потому что вот сейчас будет европейский регион, там будут стикреты, и вот, например, то же самое, что здесь. Тоже куча народа будет драться, и там с условными альянсами, НИПами или чем-то такими винстрайки могут повоевать. Ну, в целом, да. То есть с тир-1 они пока не справятся, с тир-2 вполне себе я вижу, что у них потенциал есть. Ну, так или иначе, до Европы винстрайкам еще предстоит добраться, сейчас они пока что попадают только... А, никуда они еще не попадают. Им еще надо эту и серию хотя бы добить. Действительно, да, это же только первая карта у нас была. Отличается очень важный вопрос, именно топ-2, они занимают или будут воевать за топ-3, если я правильно понимаю, как сетка старается в группе. Ну да, то есть получается... ВП точно выше с первого, сейчас решается второе-третье место, кто выходит точно со второго, а третье, вот он играет в лузерах с проигравшими. Ну да, соответственно, если по классике, то третье место группы будут играть с четвертым другой группы. То есть получается, они, если сейчас в винстрайке выиграют, так или иначе, у них еще десайдер впереди. Поэтому пока что загадывать еще рано, на самом деле. Ну ладно, просто в общем, как вам играет винстрайк по сравнению с тем, что мы видели против Virtus.pro? В разы лучше, как минимум драфт. В итоге вот этот снайпер действительно все у них исправил, дал очень много возможностей, вот как воевать с медузой. Опять же, главная фишка то, что она повторет, и ты никаким героем ее хорошо бить не можешь. А у снайпера такая рейджа атаки, особенно если он какую-то пику собирает или талант берет, что он стреляет на нее, смотрит на нее, а ульт не работает, слишком далеко. Ну это, по сути, было, наверное, главным аргументом в пике этого героя. Вы, в принципе, в аналитике сказали, что снайпер — это отличное закрытие пика, и так и оказалось. По большому счету, герой огромный объем работы проделывал сам. Да, ну, то есть, у него такой герой, который просто стреляет, наносит много урона, это то, что им было нужно. В связи, кстати, все получилось. Вопрос именно в том, что появившийся этот снайпер, я думаю, сильно поруинил план голлов с тем, что они хотели сделать, что им пришлось в итоге собирать, что у нас даггеры и у шеду демона, даггеры и у медузы, то есть, я уверен, что не было бы снайпера, может быть, этих слотов бы и не было, было бы что-то другое, там, какой-нибудь сейф перглимер от шедея, какой-нибудь боевой слот от медузы, и тогда суммарно все было бы совсем по-другому, и, возможно, и на линиях все было бы по-другому, но именно снайпер такой герой, с которым пришлось что-то придумывать. Изначально пик влюбил так, что в винстрайк нужно было идти, убивать медузу, и, в общем-то, весь геймплей медузы сводился к тому, что она просто стоит, рэдкликает, нажимает на слонгейст, убивает четырех героев. Да, тут появляется снайпер, который все делает так, что ты идешь до снайпера, а медуза не очень быстро ползает. И весь геймплей медузы изменился. Поэтому тут именно мое имхо, что переиграли на финальном драфте, на 22-м. Мы увидели с вами также в этой игре еще Свена на третьей позиции. В принципе, ну, не сказать, что это нечто потрясающее, удивительное, но в любом случае персонаж себя неплохо показал, может ли он закрепиться на этой роли. Да, естественно. Чтобы ему закрепиться на этой роли, ему уже ничего не нужно делать, потому что его брали еще на миноре. А, ну да, справедливо. Потом брали на мажоре, и сейчас вот уже сквалы к следующему мажору, и его просто продолжают брать. Этот герой, который собирает ауру, который дает хороший баф, видит этого щита, вполне себе стоит и неплохо получается. И с этим новым изменением, как бы, если раньше его можно было брать на четверочку, на пятерочку, он стабильно бафал, иное количество защиты, то сейчас чем больше у него артефактов, тем... То есть тем же жестче щит, да. И к тому же, если у тебя нет этих самых вещей, и никакой силы, там ты бегаешь левелом 5-6, то ты не даешь баф, как раньше. Ну да, то есть... Это тут важно иметь это все. И этот вопрос скорее задавал как раз в контексте того, что он, этот персонаж появлялся на четвертой и на пятой позиции, но сейчас, судя по всему, его... С вещами он в разы полезнее. Судя по всему, да. Но я допускаю, что на самом деле его можно пробовать даже на первой, и он тоже будет работать. Все-таки по ДПС, даже вот с третьей позиции было видно. Он прыгает в медузу, он делает ей достаточно больно. Было бы у него больше фарм, было бы у него больше слотов, он бы, наверное, вышел бы раньше такие слоты и убивал бы, может быть, не хуже снайпера, не хуже всех остальных. Дим, скажешь пару заключительных слов о первой карте? Ну, Винстрайк закидывают, то есть в лучших традициях они имеют огромное преимущество, они нападают там в одной точке снайпер, в другой точке МК, мне кажется, против топовых команд их-то такой накажет. То есть неважно, сколько преимущества они наберут, они в любом случае его отдадут рано или поздно. Им повезло, что эта команда потом просто поднялась в неудачный хайграунд и в очередной раз отдала инициативу. Ну да, сейчас у команд еще есть возможность ошибаться, но, по крайней мере, у соперников команды Винстрайк сейчас уже остается последний шанс для того, чтобы побороться за выход на стадию десайдера своей группы. В общем, друзья, у нас впереди вторая карта этой Best of 3 серии, и мы ее с вами посмотрим после небольшой паузы.